Ромеш Балтикар, Переживание учения на опыте 1 Я уже говорил, что есть написание, но нет автора. Надо добавить, что когда читатель или слушатель ощущает, что есть чтение или слушание, но нет читающего или слушающего, тогда написание, чтение и слушание сливаются воедино и порождает постижение того рода, которое никогда не нуждается в постигающем. Но умен, чистая субъективность, не осознающая своего существования. Такое осознание своего существования приходит лишь с возникновением осознавания «я есть». Это спонтанное возникновение сознания, ибо такова его природа, порождает ощущение присутствия, существования. Одновременно с этим оно вызывает возникновение феноменального проявленного мира в сознании вместе с ощущением дуальности. Целое оказывается дуально расщепленным на псевдо-субъект и наблюдаемый объект. Каждый проявленный объект принимает на себя субъективность в виде «я» по отношению ко всем другим объектам, являющимся для него другими. Объективирование этой дуальности требует создания двойной концепции пространства и времени. пространства, в котором может быть растянут объем объектов, и времени, в котором явленные объекты, растянутые в пространстве, могут быть восприняты, познаны и измерены в терминах длительности существования. Люди и другие существа в такой же мире являются составной частью тотального феноменального проявления явленного, как и другие явленные объекты. Они возникают с появлением явленной Вселенной. Между одушевленными и неодушевленными объектами как между объективными феноменами нет никакой особой разницы. Но субъективная способность чувствовать дает возможность существам совершать восприятие. Чувствительность, как таковая, есть аспект сознания, в котором происходит проявление. Но она не имеет никакого отношения к возникновению проявленного мира. Таким образом, хотя способны чувства и дают возможность людям воспринимать другие объекты, а интеллект дает и возможность развлечения, они никоим образом не отличаются от всех других явленных объектов. Концептуальная связанность возникает лишь по той причине, что каждый человеческий феноменальный объект рассматривает себя как независимую сущность. Как таковой он считает себя подверженным пространству, временным связям, как чему-то осязаемому и отдельным от его собственного существования. Ноуминальность есть все, что есть. Феноменальность есть лишь объективный аспект номинальности. Именно отождествление номинальности с каждым отдельным явленным объектом, создающий псевдосубъект из того, что является лишь действующим элементом в явленном мире, порождает фантом индивидуального индивидума, автономного индивидума эго, который считает, что находится в концептуальной связанности. Явленное функционирование как таковое является безличностным иллюзорной сущностью. Не есть что-то необходимое в нем. Она играет роль простого аппарата или механизма. Безличностное функционирование заключает в себе безличностное переживание как боли, так и наслаждения. И лишь когда это переживание начинает интерпретироваться псевдосубъектом, как тем, кто испытывает это переживание в длительности, тогда это переживание утрачивает свой безличностный, безвременный элемент функционирования и принимает дуальность объективирования в виде субъекта и объекта. То, что мы есть, как наумен, это безвременное, бесконечное, неподвластное восприятию бытия. То, чем мы видимся, как явление, это приходящие, конечные, воспринимаемые чувствами объекты. Воистину мы являем собой иллюзорные образы в сознании. То, что мы, как обособленные иллюзорные сущности, питаем абсурдную надежду на то, что мы способны преобразить себя, преобразовать в просветленные существа, являет лишь степень того обусловленности, которой мы подвергаемся. Как может какой-то явленный объект, простая видимость, усовершенствовать себя? Такое преобразование может вызвать лишь разопреждение с предполагаемой сущностью. Может показаться, что механизм существования основан на убеждении в том, что все происходящее в жизни является результатом актовой изъявления со стороны вовлеченных в них фемиявленных объектов, существ, чувствующих. Но это неверное убеждение, ибо можно ясно увидеть, что люди лишь реагируют на внешние стимулы, а не действуют на основе свободной воли. Их существование представляет собой главным нужным последовательность рефлексов, не оставляющих никакого места тому, что может рассматриваться как акты свободной воли или его изъявления. Их образ жизни в огромной степени обусловлен инстинктными привычками пропаганды и последней моды. Если говорить более основательно, то воля изъявления не что иное, как иллюзорное ему заключение, простая демонстрация, пустой жест наделенной энергией концепции «я». Кроме психосоматического механизма нет никакой сущности, которая существляла бы воля изъявлений. Все, что есть, это безличностное функционирование и неумолимое цепь причинности. При отсутствии какой бы ни было сущности, которая является чем-то излишним при отсутствии воли изъявлений, кто может осуществлять иллюзорную волю и кто может переживать результаты его действия? Кто связан и кто должен быть освобожден? Наиболее глубокое понимание этих основных положений учений ведет к спонтанной жизни свободное от воли изъявления. Внутри есть переживание учения на опыте, переживание, представляющее собой ноуминальное бытие. Это переживание вскоре приводит к глубокому осознанию того, что вся эта жизнь есть одно великое сновидение, и тогда нас охватывается поглощающее ощущение единства, в котором наше я полностью стирается. Что может остаться после этого кроме свободного от воли изъявления наблюдения за всем, что произойдет в оставшийся период отведенной нам жизни? Такое наблюдение всего происходящего, свободное от воли изъявлений, вынесения суждения, возникает вместе с необъективированным отношением к себе и к другим. Необъективированное отношение к себе возникает тогда, когда в уме нет ни единой мысли о себе, как об объекте, как об то ни было в роли физическом или психическом. Знать, чем ты являешься, без малейшей нужды в каком-то объяснении со стороны кого бы то ни было, иметь максимально глубокую убежденность в том, что ты лишен каких бы то ни было микроэлементов объективности, значит, иметь переживание и учение на опыте. Полное отсутствие какого-то объективного качества может означать только отсутствие самой концепции воспринимаемого и познаваемого. Необъективированные отношения к самому себе естественным образом приводят к необъективированному отношению к другим, что означает конец рассматривания всех явлений, чувствующих и нечувствующих как своих объектов. И тогда наступает мгновенное постижение того, что предполагаемый объект «я» и предполагаемые субъекты другие существуют лишь как видимости. Результаты являются, другими словами, устранением неверного понимания, известного как неведения, что означает осознавание нашей истинной природы. С точки зрения «я» наумена мы все, каждый из нас, каждый может обратиться к своему феноменальному «я» со словами. «Прибывай в покое и познай, что «я» есть Бог». Лишь когда отсутствует феноменальное «я», ноуменальное может присутствовать. Переживание учения на опыте два сознания и проявленный мир. Приходя в движение, сознание отождествляется в себя с каждым объектом, камнем, деревом, животным, человеком. Возникает ум, интеллект в форме эго, псевдосубъект по отношению к другим объектам. Чувства и их объекты создают приемлемые и неприемлемые переживания, удовольствия, страдания, также другие пары взаимосвязанных противоположностей для эго. Вселенная проявляет себя вместе с чувствующими и нечувствующими существами. Сновидение начинается. Спонтанное возникновение мыслей, энергии «я есть». Возникновение бесстрастности опасности и устранение от раздествлений с чувствами, постепенное углубление этого состояния и превращение его в процесс интенсивного самоисследования. на каком-то этапе тотального функционирования эволюция порождает в некоторых механизмах тела ума проблеск стремления познать свою собственную природу. начинается процесс самоисследования. Сознание в покое непроявленный ноумен. Личностное сознание осознает ошибочность от раздествления с объекта как с псевдосубъектом и пробуждаясь постигает свою истину природу всеобщности. Просветление глава первая некоторые основные аспекты учения. Я вполне осознаю тот факт что любой вид самоисследования должен начинаться со основополагающей предпосылки о том что я не являюсь тем чем я кажусь феноменально. Наверное обусловенно слишком сильна но кроме ясного интеллектуального понимания этого факта мне чрезвычайно трудно пережить учение на практике. Порой я испытываю глубокое отчаяние по этому поводу. мы еще рассмотрим вопрос возникновения реальности но вначале более простой и важный аспект этой проблемы. Когда речь заходила о подобных трудностях и Саргадатом спрашивал упрошающего кто задает этот вопрос. расщепленный ум создает эту проблему и сам же начинает искать решения на нее в том же извращенном контексте. Макарат объяснял что можно воспринимать свое тело по крайней мере часть его без помощи зеркала. Также вы можете наблюдать за тем как мысли заставляют вам проблемы. То что воспринимающий не может быть воспринимаемым это аксиома. Кратко мысль проблема это нечто абсолютно отдельное от того чем вы являетесь. Все что вы можете делать это наблюдать возникновение проблем точнее проблема может только наблюдаться. подобно меняющемуся ландшафту во время путешествия без какого-то вовлечения со стороны вас. как насчет субъекта объекта субъекта объекта это лишь еще один объект это не что иное как феноменальный объект я большое находится вне субъекта объекта можно изложить это учение в самых славных чертах конечно вы хотели бы услышать его в четырех словах или даже в двух вы серьезно конечно не существование индивидуальности это суть учения действительно нет больше ничего что нужно было понять поскольку все другие элементы учения основаны кто же тогда должен делать то что должно быть сделано о том ты все и делай пока остается то что должно быть сделано это является абсолютно невозможным поскольку несуществование индивидуальности означает отсутствие кого-либо кто бы делал что-либо и воздерживаться от того чтобы делать это выводите меня кругами нет все что я делаю или так кажется что это я делаю это пытаюсь вытащить вас из порочного круга как только постигается тот факт что нет ни деяния не воздержания от какого-то деяния остается отсутствие какого-то ни было воздержания от какого-то ни было деяния это абсолютное отсутствие какой-либо индивидуальности несуществований несуществований и несуществований которое могло бы делать что бы то ни было или воздерживаться от того чтобы делать другими словами просто бытие правильно любое намеренное деяние положительное и отрицательное не деяние отводит кажущегося исполнителя в сторону от того чем он является то что существует как видимое проявление представляет собой психосоматический аппарат но сама номинальность полностью решена какой-либо объективности то что считает себя связанным или свободным отождествлено в мыслях с феноменальным объектом видится как связанное или свободное проблемой является именно эта мысль тот кто считает себя свободным настолько же связан как и тот кто думает думает что он связан тем не менее что я могу делать ничего не делайте просто будьте все чтобы я не делала не может быть истина но почему потому что я это мысль о том чтобы делать это просто будьте попытки делать что-то что-то или не делать что-то прождают иллюзорную концепцию я именно я всегда желаю делать что-то или не делать что-то для достижения какой-то цели это смешно так как я представляю собой иллюзорное эго при отсутствии сущности иллюзия желающая делать или не делать что-то это абсурд тело это лишь видимость в сознании как может видимость достичь чего бы это ни было вы имеете ввиду что когда я пребываю в просто быть я концепция отсутствует это я и имею ввиду я концепция означает это взвесление а значит страдание отсутствие я концепции в чистом наблюдении означает отсутствие вовлечения и значит отсутствие страдания отождественные являются участником происходящего и страдает и отождественные просто наблюдают весь этот спектакль отождественные пытаются понять учение и отождественные переживают учение науке на самом деле все очень просто когда слушание осуществляется индивидуум это действие совершается умом интеллектом и оно имеет природу концептуризации когда же слушание осуществляется сознанием индивидуум отсутствует и тогда данный процесс имеет природу переживания то есть в то время как интеллектуальное слушание является рассмотрением учения слушание которым индивидуум отсутствует представляет собой переживание учения на опыте интеллектуальное слушание совершается тем кто на самом деле представляет собой лишь некий образ в уме это приводит к объективированному восприятию этого это восприятие препятствует постижению того что есть когда индивидуум я концепция отсутствует и слушание совершается целостным умом обособлен слушателя отслышанного теряется тогда слушание становится частью тотального функционирования свободного какого-либо вмешательства со стороны расщепленного ума тогда-то слова попадают в цель подобно стереи поскольку на ее пути не возникает препятствия возводимые я концепции но вы не являетесь умом это аксиома что воспринимающий не может быть воспринимаемым вы можете воспринимать свое тело поэтому вы не есть это тело вы можете воспринимать свои мысли если это вы не есть этот ум вы можете наблюдать за мыслями которые возникают исчезают и такое наблюдение не относится к уму если нет вовлечений в виде намеренных реакций таких как сравнивание и оценивание такое наблюдение имеет тоже природу что и наблюдение за движение машин по дороге то есть когда ум останавливает свой естественный поток по той причине что некий пример привлекает его внимание оно просто будет там подобно щебет и птиц жжание насекомых в таком наблюдении заключено постижение того что представляет собой жизнь и существование воли изъявлений отсутствует и жизнь принимается вместе со всем что она приносит нет разделения на приемлемое и неприемлемое самореализация или освобождение не более чем освобождение от иллюзии что ты не свободен то есть ошибочное понимание заключается не только в том факте что просветление не является объектом который нужно было достигать но что еще важнее в том что нет никого кто мог бы в качестве субъекта достичь просветления или чего-то другого это возвращает нас к правильному пониманию чем же тогда мы являемся ответ ответ дает китайский мудрец Хуйхай просветление является средством освобождения от концептуального мышления разве это недостаточно ясный ответ вы имеете ввиду что мы есть концептуальное мышление конечно мы есть концептуальное мышление от которого просветление приносит внезапное избавление значит остается только просветление которое может быть лишь номинальным я то есть никогда не существовало и никогда не может существовать каких-то нас которые что-то делали достигали просветления или освобождались от себя это фантастика просто невероятно что невероятно почему потому что ищущие оказывается тем что он искал но вместо того чтобы быть учением мы желаем овладеть им как объект что же такое в действительности пробуждение в конечном итоге пробуждение означает полное исчезновение всех феноменальных проблем ведущих к постоянному ощущению ведущим к полной свободе какие бы то ни было волны это ощущение легкости парение в воздухе незапятнанное при пробуждении отристостение с феноменальным объектом исчезает сам же остаток явленной жизни сновидящий сновидящий существует только как объект сновидений жизни других которые еще не пробудились пробужденный знает что он сам является этим пробуждением происходит постижение того что он является чистой необусловленной субъективностью посредством которой происходило сновидение его самого и всех существ при пробуждении сновидящий обнаруживает что никогда никакого сновидящего и не было был лишь феномен сновидений тогда это означает что сновидение жизни есть просто объективированное в сознании объективирование в сознании в котором не сновидящие не сняющиеся сущности никак не могут иметь какого-то независимого существования именно так вы начали расспрос словами что жизнь часто в шутку сравнивает со сновидением в действительности все мастера сравнивали проявленный мир со сновидением но не в шутку а очень серьезно и вполне буквально Васишска категорически заявляла что нет никакой разницы между личным сновидением и сновидением жизни сновидение происходит в сознании все объекты все видимые проявления просто снятся восприятие его концептуальной интерпретации происходит через посредством наделенных чувствованием явлений которые также являются снящимися объектами то есть объекты по своей сути не что иное как органы интерпретации через интерпретирующую деятельность которых и возникает вселенная да это сновидение жизни снится всем существам их личные сновидения являются микроскопическими репродукциями сновидение жизни которое каждое существо видит в своей личной жизни значит ли это что существо является сновидящим как своего личного сновидения так и сновидения жизни конечно нет нет никакого сновидящего как такового в этом заключается вся истина это суть постижения того что мы на самом деле есть думать что мы являемся только снящимися персонажами было неверно так как мы и снимся и видим сон одновременно не существует никого сновидящего который был бы обособлен того что снится есть только сновидение функция сознания нет никакой сущности которая что бы совершала нет ничего что бы совершалось есть только спонтанное действие своего рода недеяние поскольку деятель отсутствует нельзя говорить это попроще наверное концептуально это можно рассмотреть так есть только единое сновидение без сновидящего то чем мы являемся есть сновидение каждое я снится и каждое я видит личное сновидение основанное на личной самости кратко я есть сновидение вселенной и вы воспринимаете его как наделенное чувство небъявления снящийся объект я будучи сновидящим и сновидением вселенной должно в обязательном порядке находиться в будущем состоянии чтобы это сновидение могло происходить может больше подает такое объяснение и вы пробуждаете свое личное сновидение к сновидению жизни лишь в глубоком сне нет вовсе никакого сновидения в глубоком сне нет никакого я а постижение этого факта означает пробуждение от сновидения к жизни к тому что есть феноменальность никакой феноменальный объект не может иметь своей собственной природы ибо он просто не существует краткого есть номинальность растянутая в пространстве времени функционирующая в виде феноменальности номинальность никак не может быть познаваем ибо она абсолютно все чем мы являемся то ли в непроявленном виде то ли как видимое проявление постижение этого является постижением переживанием учения на опыте субъективный центр присутствует везде и всегда но не связан где и когда поскольку он находится вне пределов пространства и времени он является бесконечностью и безвременностью существуя вечно здесь и сейчас мы можем быть лишь осознанием не осознающим это осознание чистая субъективность осознание не осознающее осознавание сознание здесь и сейчас не является чем само по себе понимание это все просто будьте объективное отсутствие есть субъективное присутствие что бы вы сказали если бы вас попросили назвать одну единственную вещь без глубокого понимания которое ничто другое не может иметь значения и с глубоким пониманием которым все остальное последует естественным образом именно я бы сказал окончательное безвозвратное полное отсутствие я если есть полное понимание этого все остальное последует естественным образом кто же должен понять это в полной мире если нет никакого я никто никто я понимаю это я который не существует никогда не существовал и никогда не буду существовать как сущность постижение того что объективное отсутствие есть субъективное присутствие означает полное освобождение то есть рассматриваемые с индивидуальной точки зрения проблемы никогда не прекратятся рассматриваясь с точки зрения тотальности проблемы просто не возникает да феноменальность как такова неотлична от номинальности поскольку они являются просто двумя аспектами единственности одно одна с формы и в движении вторая без формы и в покое в чем же заключается главная ошибка сама концепция является главной ошибкой считающий себя в особенной личности иллюзорной сущности не существует и не существует она не может или существовать или нет существовать как может нечто произойти фактически с тем что является лишь феноменальной видимостью явленной видимостью номинальность которой субстанция основа находится вне предела всех концепций включая основную концептуальную среду пространства и времени в которых явленные объекты растянуты все чем иллюзорная сущность может быть номинально есть отсутствие ее феноменального несуществования мы снова приходим к тому что объективное отсутствие это субъективное присутствие но как сюда вписывается двойное отрицание двойное отрицание вписывается об этой причине что отрицание двух концептуальных противоположностей положительное и отрицательное оставляет нам своего призрака в виде третьей концепции удерживающей нас в связанном состоянии концепции пустоты таким образом когда происходит взаимное наложение объективного присутствия и объективного отсутствия как таковых больше нет ни присутствия ни отсутствия либо они противодействуют уничтожать друг друга затем в результате возникает отсутствие и воспринимающее это отсутствие он не может даже сказать меня нет то есть сущностное отрицание это отрицание чего бы то ни было что производит концептуализацию этих отсутствий а нельзя изложить как-то по-другому это не поможет необходимо чтобы произошло мгновенное постижение даже если так давайте попробуем ладно мы могли бы описать тотальность всего феномена явленного проявленного мира в трех частях которые включали в себя все вещи и все же были бы самоочевидными истинами так мы устраняем противоположные положения в пространстве заявляя что нуминально нет и здесь не там мы устраняем противоположные положения во времени заявляя что нуминально нет и сейчас не тогда мы устраняем противоположные положения я не я и другие заявляя что нет ни этого не того Все цветы и заявления устраняет между собой противоположное положение обладателя мыслей как в пространстве, так во время Но мыслящая сущность, как таковая, остается нетронутой То есть хоть сущность как субъект и удалена не только из пространства времени, но даже из отождествления с субъектом объектом Само это удаление подтверждает ее существование Кто был удален? Продолжает оставаться некто, кто был удален из пространства, времени к отождествлению субъекта объекта Таким образом, хотя их соответствующие положения были удалены Все они, пространство, время мыслящий, продолжают существовать в виде основополагающей концепции И до тех пор, пока их оставшиеся объекты не будут подвержены дальнейшему отрицанию Их субъект, сущность, остается нетронутой По-другому Обычная формула отрицания Не существует Не, не существует Таким образом, не подходит Необходимо дальнейшее отрицание Отрицание самого не, не Вот очень приблизительный предмет Например, когда телевизор выключен Мы имеем отсутствие изображения на экране Когда телевизор включен, мы имеем отсутствие Отсутствие изображения Когда телевизорная станция отключена Мы имеем присутствие Отсутствие Когда выбирается сама телевышка Мы имеем отсутствие Присутствие И отсутствие Отсутствие Ой, какое практическое применение Этого двойного отрицания Глубинное постижение этих трех аспектов Основанных на двойном отрицании Ведет к постижению нашего собственного Объективного отсутствия Полного отсутствия сущности Это в свою очередь приведет к постижению нами того Что мы не можем понять то, чем мы являемся И то, что мы есть Не является сейчас чем-то объективным Что можно было бы познать А также потому, что не может быть никого Кто понимал то, что мы есть Начало и конец Как возникает переживание и учение Переживание возникает в кульминационной точке Начало и конца учения Кульминационная точка начала и конца В чем состоит суть учения Я бы сказал, что суть учения заключается в том Что любое усилие сущности Улучшить себя Или освободиться Как сущности Будет пустой тратой времени Вы хотите сказать, что мы никогда не сможем узнать, что мы есть Разве вы сами этого не видите Все, что мы можем обнаружить Это то, что как существа Мы всегда должны видеться таковыми Объективно Растянутыми в пространство временной среде Мы никогда не сможем познать себя Как нечто Что не было бы тотальностью Объективированных феноменальных объектов Явленных объектов Существование которых является лишь чем-то концептуальным Как существование того, что воспринимается И познается как видимое проявление То, чем мы являемся Не явленно Никогда не может быть познано Поскольку познавание не может познать то Что является познаванием А мы есть то, что является познаванием Между тем, что мы есть И тем, чем мы видимся Есть связь Подобные связи между Луной И ее отражением лучше То есть интеллектуальное понимание того Чем мы неизбежно должны быть Вместе с убежденностью в том Чем мы не являемся Может в определенный момент Намеченной тотальностью функционирования Вызвать внезапное Огновенное просветление Но должна же быть интенсивная целеустремленность Интенсивность, да Но не целеустремленность Интенсивная целеустремленность Предполагает волеизъявление Со стороны сущности Которая является совершенно иллюзорной Интенсивность может быть только Может иметь только ту природу Интенсивности внимания Или концентрации Которая присутствует При полной поглощенности Во время осуществления действия Когда исполнитель полностью отсутствует Когда результат этого действия Не присутствует в расщепленном уме Когда расщепленный ум Вновь обретает свою целостность И понимание Которое таким образом стало номинальным Никогда больше не сможет вернуться В свою прежнюю расщепленность Верно? И тогда понимание и учение Становится переживанием Этого учения на опыте Уничтоженный исполнитель Остается уничтоженным И зная, что источником Нашей явленной видимости В пространстве времени Является то, что мы представляем Собой номинально Мы переживаем Это сновидение жизни На протяжении всего Отведенного ему времени Точнее Нет никаких нас Которые бы имели Это переживание Сновидение жизни Есть лишь переживание Этого Сновидения Жизни Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!